доброго времени суток на канале фанима шоу с максимум продолжаем наши публикации давно не было публикации о микроэкологии пробирочках и всем остальном если не было публикации значит не было информации есть информация можно с ней и немножко поделиться вот я начинаю рабочий день с утреннего обзора результатов некоторых тут творческих изысканий и ну и по порядку сейчас будем начнем с этой стороны здесь все немного попроще и по определению значит здесь очередная подготовка посевного материала вот для посева на вот эти баночки и здесь все красота среди бегущих первых нет и отстающих довольно таки все ясно что хорошо растет по внешнему виду по скорости по массивности и по всему остальному вот так растет культуры значит от 7 посев это прошло 7 до что-то 6 7 дней довольно таки все прилично взорвало сразу на следующий день рост вот здесь для примера пробую реинкарнировать с целью с целью интереса значит пробую реинкарнировать вот штамм м5 ну так получилось я когда-то никогда не думал слышал о таких вещах когда теряют культуру была культура вот потеряли культуру я думаю как так можно потерять культуру оказывается бывает и бывает это в том случае не тогда когда у вас две пробирочки там и две баночки вот тогда ничего никогда не теряется когда этого всего много много штамма много работы мицелия и всего остального то бывает иногда что-то упускаешь из виду можно какую-то культуру просто и потерять вот пробами реинкарнировать если честно говоря хорошо поискать то она где то есть но вот здесь интересный случай было вот исходник довольно таки древний и в холодильнике и вот сейчас пробуем ну здесь видно что он начинает выживать в этих случаях это не то что плохой вариант это довольно таки интересный вариант потому что скорее всего что большинство клеток можно сказать ну в каком-то таком состоянии или не погибли или они не живые но какие-то клетки начинают все-таки возрождаться говорит о том что вот эти клетки которые возрождаются естественно у них большой жизненный потенциал и это не то что это какой-то плохой случай что мы занимаемся вот этой вознёй от здесь наоборот те клеточки которые выжили после таких трудных испытаний имеют довольно таки мощные свойства и в дальнейшем эти свойства мы будем использовать значит это не хороший значит такой вот вариант но та же самая история чтобы вы понимали происходит в случае моих ранних видео про когда по проводку самой культуры через жидкие среды и вот здесь иногда учеников я заметил у них со временем возникает такие вот вопросы что сравнивая там с другими покупными мицелиями они отмечают что их мицелий например стресс слабее медленнее там чем с чем то что они покупают у других людей которые более скажем так развиты навыки производства мицелия значит чем это связано с тем связано что у людей нету опыта и понимание селекции селекции культур вот фактически это видео я хотел посвятить вот этому вопросу чтобы его множество раз не объяснять и немножко подытожить некоторые предыдущие материалы которые были освещены когда у вас возникают трудности в понимании самого материала то здесь подходит очень хороший такой пример это как взять слона и подвести к нему пять человек завязанными глазами и вот каждому дать какую-то часть кому-то хобот хвост кого-то сверху посадить кому-то за за ногу и вот потом после вот этих ощущений попросить описать что они видели то есть что они почувствовали каждый будет делать свое описание как выглядит слон но конечной картинки или конечного понимания что такое слон они эти люди не смогут получить вот получается приблизительно такое когда просматривать разносторонние видео в конечном варианте собрать это все в кучу в общее линейное понимание довольно таки трудно и позволяет вот это все собрать в кучу только практический опыт на протяжении многих лет или другой случай когда нужно приехать все-таки на курсы и тогда вам расскажут как слон выглядит целостном виде на самом деле до года сведенные мгновениям так вот значит рассказал я про тот случай когда мы реинкарнируем да вот эти клеточки значит если вот эта селекция если мы проводим культуру через жидкую питательную среду например вот вот такую жидкую питательную среду здесь на это какая-то баночка на на это самое значит что происходит с ней мы в ней какое-то количество клеток мы разбавляем большом объеме дальнейшем как я уже показывал вот это вот хороший пример значит вот видно что ничего не видно правильно потому что клеток там мало они разбавлены в большом объеме питательной среды значит питательной среды мы берем небольшое количество скажем один кубик один кубик опять разбавляем еще на 20 кубиков и потом из этих 20 кубиков берем 20 пробирок и пробуем минимальное количество посадить на пробирку в таком случае мы ищем те случаи когда в пробирку попадает одна клеточка и потом на фоне этих всех пробирок изучаем качественную клетку мы ищем вот это называется селекция на практике это выглядит следующим образом вот мы видим пример посадок из этого примера посадок видно что мицелий качественно растет по разному некоторые растет очень мощно некоторые ну скажем так послабее но это не не совсем хороший пример потому что здесь все очень хорошо растут все прекрасно растет каждая пробирка хорошая активная способная к пересеву и посадке значит будем так делать но чуть позже там может на других примерах я что-то покажу и здесь та же самая история но не к чему здесь нельзя вывести что-то лучше что-то хуже но в принципе что такое вот селекция если мы возьмем вот эти четыре пробирки первым делом мы возьмем для использования вот эту пробирку потому что самое красивое самое мощное вот красиво растет и все по мощности если бы какая-то пробирка была бы дохлая или плохо росла мы бы ее просто устранили отсюда вот и вот и выбросили вода вот и вся селекция то есть селекция это мы выбираем самое лучшее самое лучшее пересажены из лучшего снова лучше то есть из лучших выбираем лучше вот такой вопрос селекции когда вы научитесь вот это делаете понимать то и мицелий у вас будет мощный и расти он будет хорошо и разницы между там другими мицелиями и вашими мицелиями вы в принципе теоретически не заметите значит опять тот же какой-то пример реинкарнации какого-то штамма что-то там какой-то культуры вот это исходник вот это что-то посеяли а нам понемножку просыпается но это случай с шампиньоном и иногда некоторые исследования несут практического характера то есть не это не цель получить мицелий а цель вот что-то исследовать лично для себя исследование в данном случае это используем новую питательную среду попробуем потому что времени не было возиться с там с разными вознями взяли попробовали этим опилки не опилки высевки отруби да получилось пшеничные отруби в сагаром вот сделали такую простую среду пробуем как и то что она вешенки понравилось вот это вешенки были раньше то это однозначно то есть такое быстрое просто здесь же видно шампиньон пробует ее на вкус но это нормальное явление для шампиньона он очень часто любит такое делать сначала долго пробует что-то на вкус когда ферментная система будет готова он начнет уже употреблять эту среду в пищу для жизни а здесь видно что он когда появились другие условия там влажности все остальное из старой пробирочки он переехал в новенькую он начал себе сначала обрастать по той среде на которой он жил и рос и понемножку уже начинает осваивать новую питательную среду здесь дальнейшем тоже очень интересный момент на котором хотелось бы остановиться это чуть отложим вот приходится мониторить опять же таки для личного понимания всех процессов которые происходят в грибоводстве это не только видеть свои какие-то деяния но и мониторить немножко рынок чем он живет что продает и все остальное ну это вот наглядный какой-то случай довольно таки известного производителя не будем да не будем мы называть производителя скажем так что он довольно таки известный суть не в этом суть в том что из двух случаев посадки вот палочек вот хотели там посмотреть что что палочка материале находится вот это все это не мицелий это просто дрожжевой какой-то грибок который распространяется буквально начинает распространяться часов через шесть-восемь если вы видите такое то однозначно должны сразу заметить это не мицелий мицелий так не растет мицелий растет довольно таки медленнее и по внешнему виду посмотрите видите как это плоская мокрая такая вот ерунда это ничего общего с мицелий не имеет фактически можно сказать что в девяти девяносто девяти процентов посадки всего палочного материала мы получили вот такие результаты вся проблема нашего мира в том что дураки преисполнены уверенности а умные люди всегда сомневаются вот и я всегда сомневаюсь во всем то есть поэтому я не буду говорить к производителю и говорить что у него какие-то палочки я просто говорю о результатах которые получены в результате посева двух разных экземпляров палочек было получено девяносто девять процентов заражение всего материала и при том массивное заражение если здесь еще какие-то варианты ну что-то там как-то может быть попало не попало в этом случае палочек то в другом случае палочек а здесь нечего смотреть даже в общем вот этот штатив вот это все просто пошло в мусор и залито было сразу лизоформином потому что здесь просто в палочках было все и было триходерма и были гребни дрожжи и немножко там был какой-то мицелий непонятный но на фоне этого всего в этом не было смысла кошмарные вот эти пришлось залить лизоформином вот этот штатив был пустой здесь поставили чистые пробирки единственное что удалось это уже таким архи прицельным профессиональным посевом где-то поймать какую-то клеточку пересадите на эту пробирочку это на самом деле что здесь происходит мицелий то растет видать заражение было не сильно здесь просто камера не покажет но там дрожжевое заражение есть все равно то есть мицелий растет более так скажем на 12 часов вверх и в сторону на 11 а в другую сторону где-то на 5-6 часов растет колония того же вот это вот этих самых дрожжей значит в перспективе опять же таки из этого ничего хорошего не получится но для личного опыта и так дальше хочется все-таки повозиться и ну или доказать или опровергнуть тот факт что из этого можно что-то получить ну где-то попробовать зацепить самым краешком петли специальной очень тоненькой попробовать взять клеточку и попробовать ее все-таки провести еще раз по каких-то агарах не не уверен то есть не один раз я уже такое делал не уверен что это вообще возможно такое впечатление иногда что просто сами клетки сами по себе несут на себе вот это заражение независимо от того откуда вы их берете то есть если она выглядит довольно таки красивым пушком дальнейшем если пересаживаете на питательную среду дрожжи берут свое то есть сама клетка сама на себе несет вот эту инфекцию такое у меня общее впечатление и здесь фактически нету тоже ни одного нормального посева то что видите более менее похоже вот это на посев здесь пришлось просто отрезать часть агара который был тоже осеменен вот этими дрожжами какой-то чистой случайности пока их не видно но это пока вот и здесь проводились но это просто такие архи такие вот интересные изыскания взял просто в наглую попробовал помыть вот это все лизоформина с одной стороны хотелось исследовать сами свойства лизоформина в той концентрации в которой мы используем но как показывают это пробирать это было полностью вот этому все мокрое вот это все палка она была вся мокрая и то есть вот эти дрожжи были везде после промывки удивительным образом показала что вот эти дрожжи чувствительность к этой именно концентрации лизоформина вот при том что здесь важна не только сама промывка факт нужна еще экспозиция потому что так работают дезинфицирующие средства если вы внимательно почитаете инструкцию дезинфицирующие средства то там написано что в зависимости от того материала который этими средствами обрабатывается есть разные времена экспозиции то есть для чего-то нужно 15 минут для чего-то 20 полчаса час и так дальше так вот здесь была проведена некоторая экспозиция как видим повредила и покоцала но эту вот палку но какой-то мицелий остался жив дальше наблюдаем но не факт что что будет из этого дальше этому будем дальнейшем смотреть и сверх точными движениями и с помощью хорошей оптики пробовали значит вот вырвать жизнь из того хлама который там показывал с предыдущим случае ну как-то получилось вот где-то вот клеточку подцепили в этом случае на агар и что-то как уже видим подает большие надежды что вот тоже подцепили сюда какую-то позитивную жизнь вот мы ее сейчас наблюдаем в этих пробирках в общем довольно таки все это интересно если есть время этим возиться то можно вот повозиться и и вот такое собирательное видео оценка результатов я уже решил это делать не самостоятельно вместе с вами вот вам кое-что рассказал как всегда в видео много текста и много сути только просто нужно ее уметь видеть и читать между слов на канале фанимашум скол здесь у нас все есть все есть для подлива и трудолюбивого миколога а если что-то нету или что-то вы не понимаете или хотите быстрее то пожалуйста звоните обращайтесь пишите приезжайте на курсы и вместе будем вот вот это все дело собирать воедино как это все происходит а с вами был макс селлер на канале фанимашум скол смотрите за публикациям будет еще много всего интересного